Здравствуйте подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел бы сделать коротенькое видео, в котором предостеречь, так скажем, ну не только начинающих, но и достаточно уже, как скажем, знатоков. Короче, такая ситуация произошла. Случил свиноматку и как получилось, создалась у нее стрессовая ситуация в жизни. Короче, свиноматка после, 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 ну что это такое за скачки, ну перестали обе. У свиноматки после того, как я там перегонял ее, ну короче, она там выделывалась, получила, получила она нормально по морде. Ну не только по морде. Короче говоря, проходит на следующий день, смотрю, ситуация в свиноматках какая-то грустная стала. Ну заметил я все, потому как перестала она жрать. Поднялась температура у нее повысилась и в течение двух дней сбросила она поросят уже в месячном возрасте. Ну месяц уже был, она была как бы супоросная, не перегуляла, все было нормально. И из-за того, что она там выделывалась, получила она нормально по сраке, и произошла неприятность такая, сбросила она поросят. Короче, я к чему это все иду. Ни в коем случае, как только вы покрыли свиноматку, и она у нас стала мамой, еще не стала, но уже стала на путь стать мамой. Ни в коем случае нельзя ее беспокоить, максимально оградить от всевозможных там неприятностей, хоть до того, что громкого шума нежелательно ей там каких-то резких, я не знаю, ну максимально нельзя, ни в коем случае нельзя не глистовать, не проводить какие-то там вакцинации. Все это может вызвать абортацию, так скажем, и она просто сбросит порося. Поэтому будьте внимательны, даже если вы увидели, заметили там в навозе глистов, там еще какую-то проблему, не надо пытаться ее решить в данную, ну сразу же лучше подождать, пока свиноматка опоросится, пройдет там неделя-две месяц, поросятки уже будут на откорме, и тогда вы ее проглистуете. Я, значит, когда это все произошло, я привозил ветврача, он смотрел, и мне все это дело объяснил, значит, есть ли свиноматка супоросная, никаких стрессов, никаких, вообще никаких там носиться с ней, не подходить к ней, никакими, не пользоваться никакими там, я не знаю, препаратами нежелательно, все это максимально оградить ее от этого всего, иначе возможно просто на ровном месте потерять будущую предполагаемую прибыль. Соответственно, имейте в виду, тоже историю рассказал, заметил хозяину свиноматки глисты в навозе, когда вычищал, сразу забил тревогу, дала ее проглистовывать, все это закончилось тем, что свиноматка абортировалась буквально там, нет, даже не абортировалась, это было уже там почти, ну, четвертый месяц она была перед опоросом, она начала пороситься, и поросята были замерзшие. Ну, как бы, как объяснил ветврач, что это могло вызвано быть препаратами, которые были использованы, но в любом случае проглистовка это яд, имейте в виду, ни в коем случае свиноматку никакими не нагружать ее, никакими не физическими там упражнениями, вот я ее пытался там, она не велась у меня выйти там, пришлось ей немножко применить силу к ней, она там посопротивлялась, я ее, конечно, победил, но по факту оказалось, что это не я ее победил, а она сбросила поросята, она перенервничала, ввелась, я же говорю, потеряла аппетит, врач померили температуру у кого-либо антибиотиками, да, слава богу, она там хоть очистилась сама, я честно ее не видел, она буквально там через три дня после этих всех событий, после того, как у нее температура поднялась там, то есть, ну, ветврач сразу, вон, вот я по телефону звоню, говорю, такая-такая ситуация, я там ее там пытался укол провести, она что-то там не давалась, говорит, ну, понятно, скорее всего сбросит поросят, если она, ну, я говорю, она там месяц супоросная, короче, он приехал, посмотрел температуру, все, у кого антибиотик широкого спектра, и буквально через неделю, дней пять, она начала гулять, пришлось ее покрывать заново, ну, поэтому месяц, вот это у меня свиноматка, месяц она прогуляла без, так скажем, в холостую, и это все нормально, я, хотя, в принципе, шута-шута получила стресс одинаковый, но, как видите, все зависит от, как бы, ну, от физиологии отдельно взятой свинки, поэтому лучше, лучше максимально оградить, не трогать никаких проглистовок, провитаминизации, никаких, там, я не знаю, короче, минимально, медикаментозно, ничего им не делать, пусть потихоньку вынашивают деток, и после опороса все эти вещи можно будет зачудить при желании, там, проглистовать, все это сделать, ничего не будет, я думаю, глисты ее не съедят за этих четыре месяца, все ж в курсе, что перед случкой желательно проглистовать, иначе мы можем получить вот такую вот ситуацию, что надо глистовать, возможности нельзя, но в любом случае, должны вы понимать, что никаких, никаких операций со свиноматкой на любом, на любом периоде супоростности не проводим, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем надеяться, что у вас никогда не возникнут проблемы ни с чем, и наши, ваши свинки будут нормально плодиться, расти, размножаться, всего доброго!